Шумбрачиевички вексиалгат Второй Великой Отечественной войны и Советского Союза, отдавшего жизнь за свою Родину. Сегодня, в дни празднования годовщины Победы, мы говорим об Александре Матросове. Имя Александра Матросова особенно значимо для ульяновцев. Он родился в маленьком селе в Новомолоклинском районе Ульяновской области, а воспитывался в селе Ивановка в детском доме. Сейчас в селе Ивановка Ульяновского района располагается учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» имени Александра Матросова. На территории этого центра проводится ежегодный всероссийский военно-исторический фестиваль «Бессмертный подвиг», посвященный памяти героя. В этом году, 3 марта, фестиваль состоялся в девятый раз. Это уникальный фестиваль исторической реконструкции, собирающий каждый год сотни участников со всей страны. В этом году в нем приняли участие около 20 военно-патриотических клубов из разных уголков России. В ходе фестиваля проводилась военно-историческая реконструкция боя Уманско-Баташанской операции. В постановке была задействована военная техника времен Великой Отечественной войны. После просмотра реконструкции военных событий, гости фестиваля могли также посетить выставку «Письма с фронта», книжную выставку ульяновских писателей и отведать блюда полевой кухни. Дорогие друзья! В нашей сегодняшней студии гость, который существенную часть своей творческой жизни посвятил исследованию судьбы Александра Матросова. Я очень рада приветствовать ульяновского краеведа, писателя, автора книги об Александре Матросове Нину Дубовик. Здравствуйте, Нина Александровна! Добрый день! Нина Александровна, скажите, пожалуйста, в чем же, как вы считаете, ценность именно подвига, поступка Александра? Да, 27 февраля 1943 года под деревней, между деревнями Чернушка и Плетень, Калининской области, ныне Псковская область, красноармеец-средовой Александр Матросов совершил свой бессмертный подвиг. Он действительно бессмертный. То есть он своей, именно своей грудью защитил, в том числе своих товарищей и нас, в том числе, я так считаю, спас от смерти. И тем самым ведь его подразделение выполнило тот приказ, который ему был. Благодаря ему, да, благодаря ему. А ведь, вы знаете, я хочу сказать, он ведь мог и должен был остаться в том бою. А почему? Потому что он исполнял обязанности, не исполнял, а он был ординарцем, связным у командира батальона. И в его, он должен был в том бою исполнять только лишь приказы командира своего, но видя, как падает в снег, окровавленные его мертвые и раненые товарищи, он не выдержал. И поэтому он бросился вот для того, чтобы заглушить эту амбразуру. И когда не получилось, когда весь бой приказ им был истрачен, вот он закрыл собой амбразуру. Знаете, очень хорошо сказал о его подвиге командир панфиловской дивизии. Я герой потому, что мои солдаты выполнили мой приказ, а Матросов герой потому, что он в ту минуту остался один на один со своей совести. Нина Александровна, книг об Александре Матросове написано немало, но ваша книга отличается особой пронзительностью. И я знаю, что обращение к этой теме было не случайно. Расскажите, пожалуйста. Да, к 2015 году у меня уже было две работы на тему о ветеранах Великой Отечественной войны, ульяновских ветеранах. И вот в 2014 году, работая над последней книгой «Сияние Великой Победы», мне приходилось за справочками заглядывать в интернет. И вот я тогда увидела тот весь негатив, который был вброшен на Александра Матросова. И мне как-то просто по-матерински захотелось его защитить, потому что, ну как это так, вот на сегодняшний день уже 500 воинов нашли, которые подтвердили такой же подвиг, совершили такой же подвиг. А не могли, а Александр Матросов не мог совершить такого подвига. А потом договорились ведь еще до чего, что его-то вообще не было, что он собирательный образ. Вообще в природе Александра Матросова не было. И вот я поместила в ту книгу, в свою, рассказ «Подвиг действительно был». Книгу по обычаю подарила в госпиталь ветеранов войны. И в то время там лежал ветеран войны Виктор Васильевич Емельянов, который интересовался судьбой Матросова. И, как оказалось потом, он являлся хранителем архива Петра Кондратчика Вальчуха. Петр Кондратчик Вальчук. Сейчас немножечко назад, значит, пойдем. Он с 1951 года по 1961 работал в Новой Малакле в школе, директором школы. И вот тогда еще он узнал, что Александр Матросов – Новомалаклинский. И приехав в Ульяновск, он продолжил вот эту вот тему. Он несколько раз ездил в Ивановский детский дом, и им был собран уникальный материал. То есть воспоминания директора, воспитателей, работников, друзей. И вот он решил написать рассказы детские о Александре Матросове. Но будучи сам этническим украинцем, ввиду того, что официальная версия, как и является до сегодняшнего дня рождения Александра Матвеевича в Днепропетровске, он трижды выезжал туда, не наскоком, а выезжал и работал основательно и в архиве, и в ЗАГСах. Ничего найдено не было. Вот эти вот архивы хранила какое-то время супруга, и потом вот передала их Виктору Васильевичу. В итоге они пролежали 40 лет невостребованными вот у него. И вот эта вот встреча с Виктором Васильевичем определила, наверное, каким-то образом и мою в какой-то степени судьбу, и судьбу Александра Матросова. Все, вот начала вот заниматься этой темой. Когда я написала свою книгу, я поняла, что она идет в разрез тому, что официальным этим источником. Поэтому мне пришлось обратиться в Институт истории и культуры Ульяновского региона. И когда я пришла к Сергею Алексеевичу Прокопенко, это его директор, он меня внимательно выслушал. А я все принесла, и архив Петра Кондратича, и свои изыскания. Потому что ведь и моих-то было много. Если Петр Кондратич, он работал по детскому дому по Днепропетровску, то мне пришлось ведь еще и отработать версию вот нашу, как говорится, Зиновражескую, правильно. А для этого что нужно было? Во-первых, всю литературу перечитать. Ее очень много. А потом, значит, в Михаила Рахаловской церкви я нашла метрические книги по высокому колку. И там мной был выписан весь род Александра Матросова, вплоть до его прадеда Сефана Матросова, 1830 года рождения. На основании вот этого было составлено генеалогическое древо. Потом посмотрела список населенных мест по Самарской губернии. Мы же относились до войны, до 43-го года мужику и мужскую власть, нашла и высокий колок, и Зиновраг. Там конкретно написано «Крещеные мордва». Когда работал в ЗАГСе новой Малыклы, там справки выдаются, да, там проживает мордва. Потом, значит, встреча с Александром Григорьевичем Толчковым, который рассказал об истории 67-го года, когда просто в грубой форме народ заставили замолчать ввиду того, что закрепили родины Днепропетровска. И вот это не значит, что его родственники забывали. Они все время поминали, они все время знали, своим детям передавали, но, но открыто никогда не говорили, понимаете. Вот. И так что, знаете, вы, мордовский народ может гордиться. Он ваш, он ваш сын. Сомнений никакого нет. Ведь в 2019 году на основании вот моих изысканий ученые ульяновские, они написали большую научную статью, которая была опубликована и поддержана московскими историками. Вот. И наша зиновражская версия признана приоритетной. Нина Александровна, ваша книга называется «Все равно я буду человеком. Возвращение домой». Почему такое название? Что вы имели в виду? Какое возвращение? Ну, хочу вам сказать, что это были слова самого Саши Матросова. Так случилось, что после окончания шести классов его отправили на трудоустройство в Куйбышев. Это сама рост сегодня. В вагоноремонтный завод. Но попав в чужеродную ему обстановку, скажу почему. Потому что в детском доме его воспитывали, чтобы он был честным, чтобы он любил труд, чтобы он уважал взрослых, чтобы он, в общем-то, вот это шло такое воспитание. Патриотическое. Патриотическое воспитание, да. И вот попав он совершенно, ну, как сказать, в бригаду трудяк, где и процветала, может быть, и брань, и все, он просто не смог выдержать. И вот в один из дней он покинул самовольно завод. А в тяжелом предвоенном времени были очень суровые законы. И было даже, что дети в 12 лет подвергались уголовной ответственности. И поэтому он понимал, что он будет за это наказан. И вот ему захотелось хоть ночку побыть в родном доме, где он прошел, провел вот эти 5 лет, самые лучшие, где прошло становление его как человека, я считаю, в Ивановский детский дом, он приехал туда. И в комнату, куда он пришел к другу, своему Володе Петрушину, и вот по его воспоминаниям Владимира Васильевича, значит, он видел Володе, что расстроен Сашу очень, всю ночь не спал, ворочался. Утром Володя его спросил, а ты куда сейчас, брат? Они друг друга братьями называли в детском доме. И вот Володя увидел первые слезы за 5 лет в глазах у Матросова. И вот тогда он сказал, но человеком я буду все равно. Вот поэтому я эту книгу назвала этими словами. А приставочка «Возвращение домой», потому что в этой книге впервые прозвучала та правда о его короткой жизни. Потому что все основано на документах и свидетельствах. Поэтому я считаю так, что вот это возвращение именно на малую родину, в Зиноврак, на Умолоплинского района, оно и есть. Нина Александровна, Матросов совершил свой бессмертный подвиг в совершенно юном возрасте, 19 лет. Как же вы считаете, к 19 годам каким он стал человеком? К 19 годам он как раз стал личностью, сформировавшейся в нравственном смысле. Каким он был, я сейчас расскажу вам. Вот уже воспитываясь в детском доме, по всем воспоминаниям, какой он был. Во-первых, уважал старших. Это из многочисленных воспоминаний. Маленькие ребятишки бегали за ним гурьбой, потому что он отдавал им свое тепло. Видимо, вот в семье, рожденной от любви, как говорится, он и сам излучал любовь и добро на все окружающее. Что люди, что, как говорится, малые братья, животные, значит, голуби, любил голубей, лошадей и все. Но кроме этого, вот, например, ночное, пасут лошадей. И волк отбил жеребенка. Волк. Ребятишки все в рассыпную. Он берет горящую головню и на волка. И он отбивает жеребенка. Это вот первый случай. И второй случай, он также, вот, значит, друг его, купаясь в озере, разбил себе бровь, испугался, начал тонуть. И Саша подплыл, положил его себе на спину и таким образом, значит, спас друга. Это вот в детском доме. Будучи в колонии, был такой случай, что туда привезли блокадных детей из Ленинграда. Детей ослабленных. И он вот обратился к колонистам, чтобы урезать свои пайки. Для того, чтобы вот эти излишки отдавать ребятишечкам, чтобы они поскорее выздоровели. Он так за ними ухаживал. Его назначили помощником воспитателя. Был директором конфликтной комиссии. И так, это вот впервые такое случилось, что колонисты вот назначили председателем конфликтной комиссии и помощником воспитателя. Вот такой он был. А если мы возьмем Краснохолмское училище, он тоже дважды спас практически своих товарищей-курсантов. Это было на учениях. Первый случай такой, что товарищ бросил гранату, неправильно видимо, и она у него не взорвалась. Саша быстренько подбежал, схватил эту гранату. Он мог каждую секунду тоже, как говорится, себя подорвать. И он ее отбросил на безопасное расстояние. Это первый случай. А второй вообще был. Это была зима. Курсанты шли на лыжах вот тоже. И один узбек, а ведь служили в военном училище люди разных национальностей, а в Узбекистане у них же нет такой вот зимы. И вот узбек, он отбился, отбился и начал замерзать. Он уже лежал на снегу, и матрос вызвался его найти. Он в итоге его нашел. Тот лежал уже и замерзал. Он его тоже повалил себе на спину и на лыжах. Его практически в часть довез. Вот такой он был. А где же похоронен Александр Павловцев? Похоронен он был... Изначально был похоронен там же, где совершил свой подвиг. Но в 1948 году его останки были перенесены в город Великие Луки. Это ныне Псковской области. Ну вот с 1954 года ему там поставлен величественный памятник и горит вечный огонь. А на Малой Родине у нас, значит, поставлено Александру Матросову с тыла. Высококолковская средняя школа носит имя его. Здесь, если мы будем брать в Ульяновске, названа именем его улица. Детский парк, где памятник ему установлен тоже. Назван Центр развития детей и молодежи именем его. Более того, значит, в 2020 году Александр Матросов внесен в мемориальный список героев Советского Союза Ульяновской области. Это на площади 30-летия Победы у вечного огня. В Ивановском детском доме сейчас, это, как вы уже сказали, военно-патриотический центр «Авангард» стоит тоже большой памятник. И на его территории располагается мемориальный музей. Он так и называется имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова, который занесен в мемориальный список музеев на Поклонной горе в Москве. Спасибо вам большое и до свидания. Уважаемые зрители, сегодня мы прощаемся с вами. Я напоминаю, что наша программа выходит на канале Уллправда.ТВ. Смотреть программу в записи можно будет на сайте Уллправда.ру. До свидания. Вас, Тумазанок. Уллправда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин